Здравствуйте, друзья! Как и положено настоящим друзьям, Си Цзиньпинь не стал тратить время на то, чтобы встретить Путина прямо у трапа. Сюзерен решил, что вассала во дворец и прислуга встретит и проведет. Ничто так не указывает на то, что именно ты сильный лидер, как жалобный скрип тормозных колодок твоего драндулета. Водитель Голиковой говорит, что такое ведро бы не купил, даже если бы цену опустили до 10 миллионов. За 195 тысяч километров пробега двигатель в Аурусе поменяли 6 раз. Подвеска разваливается, вся электроника слабая, бензин жрет как лошадь. Си Цзиньпинь, спасибо. Гость, как говорят на Востоке, гость и шаг хозяина. Честно говоря, оно вот именно так все и выглядит. Министра финансов посадили в автобус к журналистам. Чтобы не надоедал своими просьбами, разблокируйте банковские платежи. Вся программа зависит, конечно, от тех любезных предложений, которые китайский президент и его команда сделали нашему президенту. Переговоры прошли очень хорошо. Путин, пусть и не с первой попытки, но все-таки убедил Си Цзиньпиня покупать российский топинамбур и говяжьи хорщи. Участникам делегации подарили золотые, серебряные и голубые значки. Освободитель. Жалуется, что вернулся с войны. А жена из него высосала все бабки и подала на развод. Ребят, всем привет. Приехал с СВО в отпуск. С женой разошлись. Мы с ним поженились. Это все перед СВО. Я ушел туда. Получил одно ранение. Она мне пускала. Переведи меня эти трилляные. Я куплю квартиру. Купила. Второе ранение получил. Тоже и дал деньги. В квартиру вложил все. В итоге сейчас он подал на развод. Я даже не знаю, что делать, куда обращаться. Блин, как же так. Такая семья распалась. Ты за бабки в чужую страну поехал убивать мирных людей. А она высосала из тебя все, что пришло по ранению. Как же вы могли разойтись? Вы же просто созданы друг для друга. Может кто-нибудь знает, что нужно сделать. Потому что она просто воспользовалась. У меня очень много контузий. Больше десятка контузий. Ты воспользовался шансом заработать легких деньжат. И она воспользовалась шансом заработать легких деньжат. Блин, реально люди идеально подходят друг к другу. В Красногорске военные преступники на территории храма учат молодежь бегать, приседать, стрелять и бросать гранаты. Более богоугодного занятия в Красногорске даже и не найти. Депутат Единоросс из Карелии назвала местную жительницу, пришедшего на заседание, курицей. Не, не, назад. Назад, что ты не садишь? Ты даешь. Здесь депутаты сидят и правительство. Посади дальше. Это что за простолюдины в зале сидят? Тут элита собралась. Подальше давай ее отсади. Это вообще просто. Вообще обнаглели. Лезут куда-то, вместо того, чтобы челобитную подавать. Назад надо было эту курицу. Депутат Госдумы. Единоросс Сергей Пахомов сказал жителям Сергеева Посада. Не хотите меня слушать? Идите, сидите в своем болоте и дальше. Я могу пойти, если хотите. Или вы меня послушаете. Десять минут, я уверен, что с хорошим настроением все разойдет. Еще раз. Устали? Можете пойти. Если устали, можете пойти. Мы можем сразу начать ругаться. Зачем? Нет, поверьте мне, причины для этого. Вы не хотите, сидите в болоте в своем. Да. Россия это не Словакия. Не Словакия. Стукачиха Мизулина приехала за своей лекцией в Воронеж. Студенты начали покидать аудиторию через 10 минут. Очень, очень, очень сложно. Потому что, ну давайте не будем, как бы, да, за скобками какие-то темы держать и скрывать какие-то моменты. Рецепт идеального патриота. Нас вынудили, ну что это такое? Такой человек вообще, ну, с самой тряпкой гнать надо такого человека. Ну что это? За наши же деньги, за наши же налоги сидит. И потом я, это же, а меня кто-нибудь спросил? В телеграм-каналах появилось видео с сортировочной базы, где 200-х освободителей грузят в деревянные ящики и отправляют в последний путь. Спасибо. Спасибо. Патернет, потернет, потернет, а потом раз и целая сортировочная база. Знаете, ребят, хотел бы обратиться к народу. Я был на войне, отвоевал полгода, получил ранение, испытал ужас, наверное, не знаю, чудом выжил. И в чем-то суть обращения. Мне ничего не заплатили. Ну, я получил там какие-то копейки, пока воевал, и все. И вы выбираете этого президента? Да нахрен нужен такой, я извиняюсь за мат. Который обещает, а выплаты мы не получаем. Зато получаем ранение, умираем, видим, как наши товарищи, там бошки у них отлетают. Вон, при тебе вы идете в бой на штурм. И вот у него бошка отлетает. Это ли не страшно? А сейчас обращаешься в фонд защиты СВОшникам, военкомат. А тебе говорят, просто пиши заявление, а там посмотрим. Хм, нормальная движуха. То есть ты там проливаешь кровь за родину, за людей, которые вот в нашей России живут, да? А взамен получаешь только... Да я даже слова такого не знаю. Я реально пришел с войны, ничего не имею сейчас. Просто погибаю. Ни денег, ни... Да нифига нет. А хотя мне там обещали золотые горы, тут мне пришло письмо с Комсомольска, на то, что вас приглашают на военную службу по контракту, вам заплатят там что-то 4 с чем-то миллионов. Да оно мне нахрен не надо. Владимир Владимирович, вы там ничего не путаете? Не, Владимир Владимирович ничего не путает. Владимир Владимирович реально верит, что он Петр Первый. Хотя по факту, просто очередная копия Гитлера.